Стрельба, броски, гранаты и переноска раненых – это не боевые действия, а перечень задач, которые выполнили участники городской военизированной эстафеты «Служу России». Ее традиционно проводят в Первоуральске ко Дню Защитника Отечества. За спортивными играми патриотов наблюдал Дмитрий Коньков. Три, две, одна, старт! Перед участниками спортивной эстафеты «Служу России» стоят практически боевые задачи. Точно метнуть гранату, поразить мишени на огневом рубеже, перенести раненого. Все это нужно сделать быстро, чтобы в конце километровой дистанции оказаться первым. Организаторы соревнований уверены – справиться с этим сможет не каждый. Эта дистанция у нас примерно составляет один километр. Время прохождения дистанции по прошлому году было от 8 до 13 минут. Довольно-таки непростая, сложная дистанция, поэтому надо физическую подготовку иметь, чтобы справиться со всем. В соревнованиях принимают участие 19 команд – воспитанники дворовых клубов и представители общественных организаций. На старт вышли студенты программы «Будущее белой металлургии» и волонтеры, созданного по инициативе группы ЧТПЗ «Движение – город первых». Но самое большое число бойцов – сразу три команды – выставил новотрубный завод. Мы стараемся принимать активное участие не только в жизни завода и производства, но выходить за пределы и принимать участие в мероприятиях горского масштаба. Мы планируем победить на этом мероприятии. На одном из этапов участникам соревнований предстоит проползти под армейским грузовиком. Чтобы избежать травм, надевают каски. Один из зрителей, маленький Сережа Широмов, тоже решает проверить, достоин ли он стать защитником Отечества. Задача исправляется блестяще и тут же получает заслуженную похвалу. От мамы. Горжусь, смелый, ловкий, сильный, стремится. Самый сложный этап соревнований – огневой рубеж. Здесь участники должны пятью выстрелами из пневматической винтовки поразить пять мишеней. За каждый промах – командный штраф – десять приседаний. А до финиша бежать – еще полкилометра. Стрельбе мешает сильный боковой ветер, но для снайпера из команды города первых – это не помеха. Результат – пять из пяти. Вначале было все просто, потом немного было труднее. И за счет трудностей был разогрев тело, и тем самым было все успешно, спокойно пробежало. Все команды выложились на дистанции до конца. После финиша многие обессиленно опускаются на снег, но через несколько минут усталости как не бывало. Пока судьи заполняют итоговые протоколы, участники эстафеты сходятся в дружеском поединке по перетягиванию каната. Следующая военизированная эстафета состоится в Первоуральске через год. Дмитрий Коньков, Александр Захаров. Новости. Первоуральск.